МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Летом приборы учета тепла установят в каждом самарском доме. В Самаре появится Штутгарский бульвар. Так в городе отметят четверть века дружбы с немецким городом. Нашел свой последний причал. Сегодня речного вокзала снесли незаконное кафе. Живая хирургия или операция в 3D-формате ведущие офтальмологи страны показали новейшие достижения в медицине. 22 июня для россиян особенная дата. Ранним утром, 76 лет назад, нацистская Германия напала на Советский Союз. Накануне вечером самарская молодежь собралась на набережной, чтобы почтить память павших и напомнить ныне живущим о трагических страницах нашей истории. Такая акция прошла во всех городах России, а также в других странах. Сначала митинг, потом в изложении цветов и зажженные свечи. В Самаре на аллее Соловецких юнг почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Юнги, почти дети, уходили на фронт, чтобы защитить свою родину. А теперь о них вспоминают такие же юноши и девушки, участники патриотических клубов, студенты, молодежь. 76 лет назад, в ночь на 22 июня, фашистская Германия вероломно, без объявления начала войны, в 4 часа утра напала на Советский Союз. В наше поколение многие подростки даже не знают, допустим, даты начала войны. И это очень на самом деле печально. И я как бы хотела показать своим присутствием то, что, ребята, надо вспомнить, ребята, это же такой подвиг, это нельзя забыть. Наша главная задача, зачем молодежи, это чтить память, это не позволяет переписать историю. Эти попытки сейчас, к сожалению, пытаются некоторые силы сделать. И мы уверены, что вот подобные акции, они помогают нам сохранять нашу историческую память. Великая Отечественная война унесла жизни более 27 миллионов человек. И большинство это не солдаты, а гражданское население. Дети, женщины, старики. Виктория Шаре, Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События. Губернатор Николай Меркошкин, глава Самара Олег Фурсов, ветераны и участники военно-патриотических клубов сегодня возложили цветы к монументу на площади Славы. Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Сергеевич Алеухин приходит сюда ежегодно. Он отправился на фронт добровольно в мае 42-го. Сначала защищал Кавказ, потом участвовал в Сталинградской битве. Вспоминает, в начале войны, когда советские воины отступали под напором нацистов, было тяжело морально. Но когда наши перешли в контрнаступление, никакие лишения и холод не могли сломить дух воинов. Естественно, те маленькие заставы пограничные, они не могли держать ту раву, которая сразу отмобилизована была, обучена на фронтах Европы. Конечно, первое время было очень тяжелым. И почему все-таки народ наш победил? Потому что несгибаемость русского народа, она всегда была, есть и будет. А на Доме энергетиков сегодня, что в студенческом переулке 2 установили мемориальную доску в первые дни Великой Отечественной войны с Кубышской ГРЭС, на фронт ушли добровольцами несколько десятков рабочих. Сегодня об их подвиге вспоминали дети, внуки, руководство предприятия, представители власти. О героях Великой Отечественной репортаж Сергея Кизоркина. Татьяна Чевардина со слезами на глазах пришла на открытие мемориальной доски работников ГРЭС, которые в первые дни Великой Отечественной ушли на фронт. Среди них был и ее отец Сергей Федорович. Электрик Чевардин на войне стал десантником, погиб в марте 43-го, а в сентябре родилась она, младшая дочка Татьяна. Мама больше замуж так и не вышла. Память об отце осталась только в письмах и в рассказах однополчан. Он был очень худенький, маленький и попал в эту бригаду. И отец ему, ну, он, так сказать, содействовал, чтобы его перевели и в писаре его перевели. После войны он очень долго его разыскивал. После этого он приезжает с женой, с детьми, привозит подарки в это и очень благодарен. Вот четверть дочерей у меня, благодаря тому, что Сергей спас мне жизнь. Таких фронтовых историй руководство Самарской ГРЭС собрало больше полсотни. Именно столько рабочих в первые дни Великой Отечественной ушли добровольцами родину защищать. И на всех пришла похоронка. Ситуация с добровольцами изменилась к концу лета 1941 года. Было принято решение о том, что энергетики бронируются от призыва на фронт. И они гораздо важнее у турбин, у котлов, чтобы давать энергию и пар для оборонных предприятий. Я общался с людьми, например, с ветераном Владимиром Свистуновым, который трижды ходил в военкомат, чтобы его отправили на фронт добровольцам. Его все время отправляли обратно. 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, доску памяти в торжественной обстановке открыли на так называемом ГРЭСовском доме в Студенческом переулке-2. Его построили в 30-е годы специально для сотрудников электростанции. У мемориала уже растут живые цветы, а сотрудники ГРЭС и жители дома решили сами ухаживать за памятником. Люди заражены, я слово применил, патриотизмом. Они чтят поколение старших, у них очень сильные традиции. Эти благородные дела, вот этот тот кирпичик, который должен в нашей Самаре, во второй столице, как мы ее говорим, запасной столице, быть больше и больше и больше. Два года назад Самарская ГРЭС выпустила книгу о своих ветеранах и героях Великой Отечественной войны и продолжает формировать свой полк памяти. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. В Самаре будет обустроен Штутгартский бульвар. Предполагается присвоить это название безымянному участку на пресечении улиц Нового вокзала и Старозагора. Об этом говорили сегодня на встрече главы Самары с официальной делегацией Штутгарта. Визит приурочен к юбилею партнерских отношений двух городов. Четверть века назад было подписано соглашение о сотрудничестве. История и перспективы дружбы народов в материале Олега Зверева. По предложению главы Самары, встреча с делегацией Штутгарта началась с минуты молчания. День памяти и скорби – трагическая дата для обоих народов. Нынешние взаимоотношения двух городов более чем дружественные. Уже 25 лет. Самара и Штутгарт – города-партнеры. Отрадно, что наши партнерские отношения находятся в постоянной динамике. С уверенностью могу сказать, что это одно из наиболее активных направлений международного сотрудничества городского округа Самары. За четверть века нами проделана огромная совместная работа, принесшая свои плоды в социальной сфере, в сфере здравоохранения, образования, в области укрепления торгово-экономических связей, науки, культуре и спорте. Университеты двух городов сотрудничают в сфере космических технологий. В больнице имени Середавина открыто отделение челюстной лицевой хирургии. Молодые люди вместе занимаются спортом, читают Шиллера и Лермонтова. Но самый главный, так называемый принцип народной дипломатии, помогает больше узнать о традициях народов, а значит и укрепить взаимоотношения на государственном уровне. Мы, конечно, понимаем, в какой день мы находимся здесь, что 76 лет назад, 22 июня 41 года, нацистская Германия напала на Советский Союз, что погибло 25 миллионов человек, и мы разделяем скорбь вместе с вами. Совершенно понятно, что сейчас мирное время, и мы, как европейское сообщество, стараемся сохранить мир. В честь юбилейной даты в Самаре появится Штутгартский бульвар. Это название будет присвоено небольшому участку на пересечении Нововокзальной и Старозагоры. Здесь установят декоративные элементы, связанные с историей двух городов. Штутгарт по праву считается европейским центром инноваций и высоких технологий. Самара обладает высоким промышленным научным потенциалом. Развитие наших городов ставит перед нами множество близких задач, и я убеждена, что обмен опытом станет взаимно полезным. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Губернатор Николай Меркушкин провел выездное совещание, на котором обсудили варианты благоустройства территории вокруг стадиона «Самара-Арена», предварительный проект Самарского центра для одаренных детей и ход комплексной реконструкции мемориального комплекса «Гордость, честь и слава» Самарской области на площади Славы. Главе региона было предложено несколько вариантов дизайна территории вокруг стадиона «Самара-Арена». Эту часть тогда чуть-чуть добавить и посмотреть, чуть-чуть изменить, вот этот белый цвет на теплоту придать немножко, да? Может, слоновой кости? Тут слоновой кости нет, я думаю. Пешеходная зона от входа на стадион до трибун будут выложены квадратной плиткой четырех оттенков гранита от светлого до темного. По мнению архитекторов, это придаст монументальность, а плавный переход от темного к светлому будет указывать болельщикам направление к спортивной арене. Губернатор дал поручение подготовить окончательные эскизы в течение одного-двух дней. Также главе региона представили проект общеобразовательного центра с круглосуточным пребыванием одаренных детей на третьей просеке на берегу Волги. Учреждение будет построено на территории двух бывших летних лагерей. Очень много зелени. Мы бы очень хотели сохранить, максимально сохранить эту зелень и разместить эти корпуса. Идея возникла, детская игрушка, змейка Рубика. Ну а на площади Славы губернатор ознакомился с ходом реконструкции склона у мемориального комплекса «Гордость, честь и слава Самарской области». Напомню, до чемпионата мира 2018 склон должен преобразиться. Здесь должны отремонтировать инженерные коммуникации, проложить новые трубопроводы, отремонтировать лестницы, построить амфитеатр и фонтаны, устроить цветочные клумбы. Красиво получилось. Лавочки поставили. Тут многие отдыхают теперь. Тоже нравится. Будем ходить. Раньше было менее красиво, а сейчас прям хорошо все. Сейчас должны облагородить все. Думаю, в 2018 году будет хорошо. Зимой Самара не замерзнет. В городе полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Ремонтируют теплосети и котельные. В домах за счет фонда Капремонта установят счетчики учета тепла. С оперативного заседания штаба по подготовке к зиме вернулся Сергей Кизоркин. Готовьте теплосети летом, чтобы зимой дома не замерзнуть. По такому принципу сегодня работают самарские коммунальщики. Руку на пульсе ремонтных работ держит городской штаб по подготовке к зиме. Контролируют ход ремонта и ввода в эксплуатацию теплотрасс и котельных лично замглавы города. Пока работы ведутся стахановскими темпами. У нас из 24 объектов уже 9 завершены. На 5 на 4 работы на 9 приступают в понедельник. Поэтому здесь мы не видим каких-либо проблем по участке. По котельным они идут тоже в графике. А чтобы не растерять тепло по дороге от котельных до квартир, в каждом доме установят счетчики учета тепла. За счет средств фонда Капремонта. До 1 сентября 2300 многоэтажек получат такой прибор. Ни одну копейку из своего кармана жители за установку не заплатят. Жители платят за фактически потребленный ресурс. Сколько потребили, столько заплатили. И во вторую очередь, а может быть это даже и в первую, это выполнение требований действующего законодательства, что все дома должны быть оприборены, и оплата производится, исходя из общедомовых приборов учета. Кроме того, на совещании штаба по подготовке к зиме обсудили вопрос по оформлению электронного паспорта дома. Пока такой документ в Самаре получили чуть больше 20% МКД. Отставание от плана всего 3%. Замглавы потребовал, чтобы до конца месяца проблема была решена. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Готовьте калькуляторы и кошельки. С 1 июля россиян вновь ждет повышение оплаты за коммуналку. Чтобы не ошибиться в расчетах, комиссия общественной палаты Самарской области по ЖКХ разъяснила, на какой процент вырастут тарифы и куда обращаться в спорных ситуациях. Мариана Мирная продолжит тему. На 6,8% повысится плата за коммунальные услуги в Самаре с 1 июля этого года. Такой индекс рассчитало областное министерство ЖКХ. Он состоит из установленного для Самарской области индекса 4,3% с допустимым отклонением в 2,5%. Если взять, что семья тратит за коммунальные услуги 2 тысячи рублей, допустим в месяц, если она платит в целом за квартиру 3 тысячи, тысяча идет за жилищные услуги, это содержание текущей ремонт, как правило, а 2 тысячи идет на оплату коммунальных услуг, то с 1 июля повышение будет ожидать наших жителей на 136 рублей. Тарифы повысятся на все – газ, воду, отопление и электроэнергию. Тариф на воду увеличится на 2% и составит 26 рублей 70 копеек с учетом НДС. Водоотведение возрастет на 5,6% и составит 14 рублей 16 копеек с учетом НДС. Больше всего вырастет плата за тепло. Предприятие тепловых сетей, которое поставляет тепловую энергию в целях отопления и тепловую энергию в целях горячего водоснабжения, то с 1 июля тариф для этой организации увеличится на 3,7% и составит 1316 рублей. Вообще, внимание, это без НДС. Несмотря на регулярный рост тарифов за коммуналку, у жителей все-таки есть возможность экономить ресурсы. Это в первую очередь установка приборов учета, как индивидуальных, так и общедомовых. Если собственник заподозрит, что оплата ему начисляется с нарушениями, следует обратиться в Министерство энергетики и ЖКХ. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. Пошел ко дну. На пересечении Максима Горького и Комсомольска неподалеку от речного вокзала демонтировали кафе «Седьмой причал», которое многие годы работало здесь незаконно. Сделать это должны были собственники самостоятельно еще два года назад, но до последней минуты они на что-то надеялись и даже пытались продавать выпечку. С места событий репортаж Марины Матвеевшиной. Румяная, ароматная, свежайшая выпечка на прилавке уже никому не нужна. Продать ее не удалось, а само кафе «Седьмой причал» доживает последние минуты. Владельцы в спешке выносят свое имущество. Часная собственность, выйдите, пожалуйста, из помещения. Выходите. А вы знаете, что незаконно? Выходите, девушка. А почему торговали до последней минуты? Выйдите из помещения. Выйдите из помещения. Сейчас полицию вызову. Выходите. Вот уже два года павильон стоял здесь незаконно. У владельцев кафе давно закончился договор аренды земли, говорят в прокуратуре. Плюс благами цивилизации, вода и электричество канализации собственники пользовались нелегально. Служил обращением в суд. Это жалобы жителей ближайших домов. То есть в связи с тем, что здесь антисанитария. Ну и, соответственно, тоже выходили в ходе проверки, были установлены, что обслуживание в указанном учреждении не соответствовало требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Суд решил павильон демонтировать. Собственники со сносом не торопились. Пришлось нанять подрядную организацию. Оплатить эту работу владельцам кафе придется из своего кармана. Хотя они, видимо, до последнего не верили в такой исход. Готовили еду в этой столовой до последнего момента, вплоть до демонтажа киоска. Печки только что вынесли, и пирожки в ней еще даже не остыли. Таких крупногабаритных самовольных построек в Самарском районе осталось всего пять. Их ждет та же судьба, что и кафе «Седьмой причал». Мелкие незаконные киоски ликвидировали полностью. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События. Далее, коротко о других событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во время выпускных вечеров в Самарской области запретят продажу алкоголя. При этом в Волжском и Исоклинском районах продажу ограничат 23, 24, 26, 27, 28 и 30 июня. Для каждого села установят отдельное расписание. Где-то запрет будет действовать с 10 до 22 часов. Где-то с 15 до 22. В Тольятти полный запрет на торговлю алкоголем будет действовать 23 июня. Отметим, что депутаты Губернской думы рассматривают вариант с разрешением на продажу алкоголя с 8 до 23 часов. В воскресенье 25 июня в парке имени Гагарина состоится традиционный праздник «День молодежи». С 11 утра будет организована работа творческих площадок. В 13 часов на футбольном поле начнутся матчи на Кубок Комсомола. В 18 часов на главной сцене стартует основная программа праздника. Зрители увидят концерт песни комсомольского времени, а также лучшие номера с российской студенческой весны. Завершится мероприятие гала-концертом с участием молодых музыкальных коллективов. В ближайшие 2-3 года ожидается настоящий прорыв в области хирургии глаза. Врач сможет делать операции, глядя не в микроскоп, а на экран монитора. Самара станет обладателем уникального оборудования, одной из первых. Такими планами сегодня поделился главный офтальмолог области Андрей Золотарев. Международная офтальмологическая конференция открылась в больнице Ярошевского. Сюжет Инессы Панченко. 12 уникальных операций с глубоким проникновением в глаз в одном месте в один день на глазах у сотни медиков. Такого российская офтальмология еще не знала. Сегодня в больнице Ярошевского их провели лучшие мировые специалисты в области микрохирургии глаза. Все тонкости манипуляций хирургов транслировались в конференц-зал больницы. Операция на глазу – работа ювелирная. Видеть ее детали раньше мог только ассистент хирурга через окуляр. Возможность рассмотреть детали в трехмерном изображении появилась благодаря единственному в России микроскопу с 3D-видеосистемой. Точнее двум, которыми располагает Самарская офтальмологическая больница. Настолько поставлен высокий уровень вот этой подачи информации, то есть вот это стерео, видеостерео, то есть это помогает и обучаться, и настолько хорошо демонстрируется вообще. То есть операции, детали операции, что это беспрецедентный случай, поэтому все ведущие доктора здесь собираются с удовольствием. То, что сегодня российские хирурги впервые видят на большом экране, вскоре может стать реальностью самарских операционных. Больница Ярошевского готовится преодолеть своеобразный звуковой барьер в области микрохирургии глаза. Речь идет о цифровых видеосистемах по разрешению, сравнимых с тем, что видит глаз хирурга через качественную линзу. Они уже начинают появляться, но по стоимости пока сравнимы с космическими станциями. И сам хирург может оперировать не глядя микроскоп, так сказать, съежившись, а свободно оперируя огромных размеров глаз, там 3-4 метра на стене. Это совершенно другие возможности представляет в плане эргономики, в плане качества операции. Я думаю, что скоро мы это увидим. Прогресс в области микрохирургии глаза идет стремительно. В больнице Ярошевского надеются уже в ближайшие годы перейти с традиционных микроскопов на цифровые. Конференция офтальмологов продолжается уже завтра на традиционных ярошевских чтениях, ожидает до 600 участников. Инна Сыпанченко, Константин Головин, События. Сдай кровь и купи билет на самолет со скидкой. В России стартовал масштабный социальный проект – программа лояльности службы крови. К ней уже присоединяются представители бизнес-сообщества, которые будут предоставлять скидки донорам. Для этого разрабатывается специальное предложение для платформ iOS и Android. Как готовятся к реализации проекта в Самаре, расскажет наш корреспондент. Мария Пивоварова сдает кровь уже 9 лет и искренне верит, что за эти годы ее кровь помогла многим людям. Не спасти мир, а просто сделать то, что я могу. А потом с моими друзьями случилась история, где группа переливания крови сыграла просто многочисленную роль в жизни человека. Падал гемоглобин и приходилось спасать. Ну, с тех пор я часто здесь. Я знаю, что это поможет. Программа лояльности стартовала 15 июня. Это институт привилегий, созданный для того, чтобы поощрять людей за вклад в банк крови. Проект призван не только привлекать доноров, но и социально ориентированный бизнес. Реализация программы лояльности, она подталкивает другую группу бизнеса, бизнесменов, которая позволит помогать донорскому движению. Даже если не внутри себя, за счет своих коллективов, то тем людям, которые реализуют это, так сказать, из других коллективов, жителям наших регионов и всей страны. Программа повышения лояльности сегодня находится на старте, но уже через несколько месяцев бизнес-структура присоединятся к проекту и перечень бонусов для доноров расширится. Скидки и акции партнеров разместят на сайте и в мобильном приложении службы крови. Мариана Мирная, Максим Гусев. События. Сильнее, быстрее, точнее. Самарские спортсмены на этой неделе успешно выступили на турнирах разного уровня. Начиная от чемпионата города по гольфу и заканчивая Кубком Европы под дзюдо. С подробностями Сергей Кизоркин, новости спорта, продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Кубок Европы у самарской дзюдоистки. Легкоатлеты Самары вторые на всероссийских соревнованиях. Самарские гольфисты выиграли 4 медали на чемпионате города. Самарские гольфисты на открытом чемпионате города собрали целую коллекцию медалей. Золото, два серебра и бронзу. На 18-ти луночном мини-поле международного стандарта за награды мячи катали 36 спортсменов в двух возрастных категориях из разных городов губернии. В четырех раундах удачи, кроме хозяев, поле улыбнулось еще и тольяттинцам. В итоге почти весь пьедестал почета заняли молодые гольфисты. Третье место только у Александра Смолина. Две серебряные медали привезли со всероссийских соревнований по легкой атлетике самарские спортсмены. В подмосковном Ерино в беге на 800 метров Андрей Белоконь финишировал вторым, проиграв чемпиону всего лишь три тысячные секунды. В прыжках в высоту рекордсмен России среди юниоров Данил Лысенко завоевал серебро с результатом 2 метра 30 сантиметров, проиграв только олимпийскому чемпиону Ивану Ухову. Кубок Европы под дзюдо в категории до 63 килограммов выиграла Диана Джигарас. В Словении спортсменка провела четыре встречи, в каждой одержала безоговорочную победу. В финале Джигарас встретилась с давней соперницей Камилой Бадуровой. И на этот раз Диана менее чем за минуту положила москвичку на обе лопатки. Это уже не первый международный успех самарской дзюдоистки. В прошлом году в Израиле она завоевала бронзовую медаль Еврокубка. Впереди главный старт сезона – молодежное первенство Европы. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова